Продолжаем военную тематику, продолжаем говорить о том, что происходит на поле боя. И есть вот такой вот комментарий от Министерства обороны Соединенных Штатов. Там оценили тактику наступления вооруженных сил Украины, указав на выдающиеся результаты в менее чем идеальной ситуации. И вот детали. Это слова представителя Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера. Отвечая на вопрос, действительно ли реалистично было ожидать, что вооруженные силы Украины смогут овладеть стилем маневренной войны за очень короткий промежуток времени. Ученик генерал заявил, что он не собирается стоять на трибуне и угадывать действия командира украинской армии и линии фронта. Давайте сделаем шаг назад и признаем, что это не идеальная ситуация, сказал генерал. И никто в здравом умении никогда не пожаловал бы, чтобы Россия вторглась в Украину, но это произошло. И вот по его же словам, украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительной позиции, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии на момент торжения Российской Федерации. Эти слова генерала и многое другое обсудим с нашим следующим собеседником. Военный обозреватель Денис Попович присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Денис, вот говоря о стиле ведения войны, какие выводы можно сделать на сегодня? Мы слышим комплименты, как перед ЗСУ в Пентагоне снимают шляпы. Что далее? Что далее последует, кроме этих слов, этого комплиментарного жанра? Ну, хотелось бы, что кроме слов комплиментарного жанра, скорее бы последовало бы как можно больше оружия. Мы ожидаем ракеты Атакамс уже более чем полтора года, и мы ожидаем истребителям 16, тоже непонятно, когда они будут предоставлены. То есть там уже изучениями наших летчиков, насколько я вижу, возникают вопросы. То есть когда они там приступят непосредственно к обучению, к изучению материальной части. Поэтому комплименты это очень здорово. Но и за ту помощь, которую они нам уже оказали, оказывали, тоже можно лишь бесконечно благодарить. Но, очевидно, мы нуждаемся в еще более мощной системе вооружения, для того, чтобы можно быстрее изгнать противника с нашей территории. Что же касается заявлений представителя Пентагона, то я, честно говоря, не очень понимаю, о какой степени готовности он говорит украинской армии по составе на какой год. Если он говорит о степени готовности по составе на 2014 год, тогда да, там оставляло желательно много лучшего. Если же он говорит о степени готовности армии украинской по составе на 2022 год, то, как видим, он сам признает существенные результаты ВСУ в обороне нашей страны. Поэтому тут нужно учитывать одну простую вещь. На самом деле мы ведем конкретную войну против конкретного противника. То есть можно утверждать, что российская армия не является второй армией мира. И они сильно переоценили свои возможности, они сильно переоценили свои ресурсы. И сильно переоценили свою вывучку. Это не вторая армия мира. Но в то же время это крайне опасный противник. И не оценивать его ни в коем случае нельзя. И это смертельно опасно для нас противники. Сейчас мы вынуждены, в том числе и с помощью наших международных партнеров, в том числе и с помощью наших союзников, я еще раз могу лишь благодарить их за ту помощь, которая уже оказана. Было бы крайне сложно без них противостоять Российской Федерации. Так или иначе воюют наши солдаты. И сейчас они вынуждены искать ту тактику ведения борьбы, ту тактику ведения войны, которая не описана ни в одном из учебников. Ни натовских, ни постсоветских, ни советских. То есть это абсолютно наш кейс и наш стиль, который мы сейчас вырабатываем. Поэтому после завершения этой войны, безусловно, опыт российско-украинского военного противостояния замет свое достойное место в учебниках военного искусства. Ну а Россия тем временем любыми способами пытается сорвать помощь вооружениям Украине. Вот последняя атака кинжалами, учитывая цель, место, где якобы базировались украинские военные пилоты. Можно ли считать эту атаку сигналом Западу, чтобы отсрочить, как-то оттянуть подставку Украине тех же Ф-16? Ну они поставляют множество сигналов. На самом деле вся информационная борьба, ну не вся, а значительная сейчас информационная борьба, информационного воздействия, влияние, она направлена на то, чтобы подорвать западную военную помощь. Они прекрасно понимают значение западной военной помощи. Мы можем критиковать эту помощь, можем считать ее недостаточной. Мы можем считать, просить больше, но тем не менее она неоценима. Это я в третий раз повторяю, и в Российской Федерации это прекрасно осознают, и все их военное, информационное и политическое воздействие, оно направлено на то, чтобы, в общем-то, эту помощь заблокировать. Самые разные методы применяются, я не буду на них останавливаться, но когда мы говорим об атаках, российских ракетных атаках на место обучения, возможно, место обучения украинских пилотов, там, возможно, места базирования украинских самолетов, которые могут быть оснащены западными дальнобойными ракетами, это не только сигнал Западу, чтобы они прекратили поддержку Украины, это, в общем-то, какие-то сугубо утилитарные военные цели, направленные на то, чтобы, в общем-то, лишить нас какого-то ресурса, который может быть потом использован против Российской Федерации. Денис, еще вопрос, мы говорили много об Ахмуте в последние дни, но сейчас опять Купенск очень попал в центр внимания, мы говорим даже об эвакуации, что там происходит, по-вашему, и какая цель у оккупантов, для чего этот маневр они сейчас используют? Ну, оккупацию не нужно, эвакуацию, прошу прощения, я оговорился. Оккупантам не нужно недооценивать, да? Не-не, я как раз именно говорю по поводу эвакуации. Не нужно, в общем-то, кричать «спасите, помогите» и вдаваться в панике, это абсолютно нормальный ход в условиях того, что все эти населенные пункты поблизости Купенской, сам Купенск, они находятся в прямой зоне воздействия российской артиллерии. И жителей оттуда нужно эвакуировать, поскольку оккупанты пытаются развернуть наступление на Купенск, и, как мы понимаем, артиллерийское воздействие играет ключевую роль. Поэтому это крайне опасно для жителей, для местных, их нужно оттуда эвакуировать для того, чтобы они не пострадали. Поэтому ход совершенно правильный и очевидный. Что же касается намерения оккупантов, то они непонятны. Я вам могу сказать, что они, в общем-то, планировали это наступление еще весной, и для этого не стягивали войска туда. Весной это было, у них лежало в конве наступление на Бахмут. Сейчас под Бахмутом ситуация немножко поменялась. Они сейчас хотят уступать на Купенск. До этого не пытались прорваться к Боровой. Все эти населенные пункты находятся на речке Оскол. То есть они намерены выйти на рубеж речки Оскол. Для того, чтобы, во-первых, отвоевать часть территории, которую они потеряли в следствии нашего контрнаступления Харьковской области в прошлом году. Это первая цель. И вторая цель – это тянуть резервы. В том числе от Бахмута. И, вероятнее всего, тянуть их даже от Южного фронта. Сейчас мы проводим наступательные действия. То есть мы сейчас взяли в полуокружение село Работино, взяли в полуокружение село Урожайное. То есть у нас там тактические успехи наметились. И это, в общем-то, действия российского командования направлено на то, чтобы лишить нас резервов и вынудить нас попытаться оккупировать наступление на Купенск. Ну, наверняка, их планы не были неожиданностью для вооруженных сил Украины. И наше командование знает, в общем-то, что делать. Верим в вооруженные силы Украины. Денис, спасибо огромное. Ограничены в эфире, вынуждены прощаться. Денис Попович, военный обозреватель, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.